Ему всего 12, а день расписан как у взрослого. С утра школа, затем фитнес и кружки. Их у Данила Воскобойникова множество. Вокал, английский, театральная студия. Помимо этого мальчик увлекается головоломками, смотрит познавательные передачи, занимается боевыми искусствами. Данил, скажи мне, пожалуйста, насколько тебе легко дается вот то, что ты делаешь, в частности, занимаешься творчеством? Ну, петь было сначала довольно сложно, но потом понравилось, когда вышел первый раз на сцену, пел песню Чарли Чаплин. Мне понравилось, во-первых, актерское мастерство там, и во-вторых, ну, очень приятно петь, когда на тебя смотрят, любуются тобой, чтобы все смотрели, улыбались, смеялись, может, даже чуть-чуть грустили. Сегодня по расписанию у Даниила занятие музыкой. При виде камеры немного нервничает, но не перестает выкладываться на все сто процентов. Именно это качество в мальчике нравится его преподавателю по вокалу Вере Липской, которая за годы работы повидала много талантливых детей, но Данилой гордится особенно. За два года ему удалось достичь высоких результатов. Вот эта природная изюминка, которую, в принципе, я всегда ищу и ценю в учениках, ее, конечно, нужно развивать. Она присутствует, и когда ее ученик начинает развивать, он начинает включать и подсознательный уровень, и какие-то природные способности, и оно все выливается вот в такое творческое начало, потому что я надеюсь, что он пойдет дальше по этим стопам. У него очень здорово все получается. А еще Данил любит литературу. В этом году он участвовал в премии имени Евгения Зубова и читал стихотворение Сергея Погореловского «Имя», которым растрогал публику. Решением жюри гран-при отдали нашему герою. Успел Данил отличиться и на телевизионном конкурсе телеканала «Видное ТВ. Скрипичный ключ». Казалось бы, творчество – это его судьба, однако жизнь связать мальчик хочет совсем с другим. У него мечта быть хирургом. Да, он хочет быть, в общем-то, мы с ним часто говорим, что нужно прожить жизнь так, чтобы быть полезным людям в этой жизни. Но мы с ним договорились так, что он будет, пока он собирается, в общем-то, готовится к медицинский институт. Вот поэтому у нас сейчас, значит, английский язык, математика – это первое, что нам нужно, значит, сейчас хорошо заниматься. А творчество останется, наверное, как параллельное его увлечение или хобби. Каким бы ни было будущее Даниила, на сегодняшний день у него все идет по плану. Ему не до скуки, знает, чего хочет и добивается поставленных целей. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Саша, вот это раскрытие.